В столичном институте глазных болезней есть все виды современного оборудования, существующих на сегодняшний день в мире. Только в прошлом году здесь было проведено более 500 операций при отслойке сетчатки глаза. Что такое врожденная близорукость, 23-летний Аблай знает не понаслышке. По его словам, видит плохо с детства, а три месяца назад и вовсе стал терять зрение. Мутное очертание, пелена перед глазами. Да, у меня, получается, пропало зрение снизу вверх, была палатка, мешало видеть. Вот сейчас мы качали силикон, который прижимал сетчатку глазу. В столичный институт глазных болезней молодой человек попал через портал по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи. Ему была проведена высокотехнологичная операция. По словам врачей, отслойку сетчатки можно исправить только оперативным методом. И чем раньше пациент придет, тем лучше результат. А самое главное, только в таком случае можно избежать абсолютную потерю зрения или, другими словами, слепоту. Отслойка сетчатки представляет собой отделение слоя фоторецепторных клеток от самого наружного слоя пигментного эпителия сетчатки, обусловленное скоплением жидкости между ними. При этом нарушается питание наружных слоев сетчатки, что приводит к быстрой потере зрения. За хрусталиком, по-анатомически, за хрусталиком есть такая прозрачная жидкость, она называется стекловидное тело. Вот этому пациенту ему субпотально, практически, это стекловидное тело ему удалили, выложили сетчатку под действие, ввели тампанирующую жидкость тяжелую, которая расправила всю его ослоенную сетчатку, провели дополнительное, внутриглазное, дополнительное лазеркук укрепления сетчатки и вот эту тампанирующую жидкость, тяжелую жидкость, ее поменяли на силикон, силиконовое масло. Она тоже, своего рода, является тампанирующей жидкостью. Самая передовая техника, что называется последнего поколения, позволяет творить чудеса офтальмологии. Все виды операций и методы диагностики, существующие в реалиях современного мира, проводятся в столичном центре глазных болезней и практически все корригирующие процедуры производятся с помощью лазера. Требования к качеству зрения с каждым годом увеличиваются, поэтому на сегодняшний момент удаление контракта – это не просто лечебная какая-то манипуляция, это процедура, которая развивается, не стоит на месте. И один из высокотехнологических методов лечения – это фенталазное сопровождение факт-иммулисификации катарактов. По словам врачей, данная технология широко используется во всем мире. Теперь ее применяют и в нашей стране. Кроме того, казахстанским пациентам доступна и имплантация линз премиум-класса для улучшения зрения, а также так называемая кератопластика – пересадка роговицы глаза. Прежде чем пациента брать на операцию, они проводят все диагностические обследования на самых современных диагностических оборудованиях. В частности, первое, то, что необходимо, это проверка зрения, срок зрения, давление, рефракция. И потом уже на основании всех данных обследований представляется диагноз и даются те или иные рекомендации пациентам. Экстракорпоральное оплодотворение. С помощью этого метода за 6 лет в Казахстане родилось порядка 10 тысяч детей. В 6 лет героиня нашего сюжета ждала самого главного чуда в своей жизни – тройни. Айлин, Султан и Саян родились с разницей в одну минуту. О детях мама Жулдос мечтала целых 6 лет. Но даже в своих самых заветных желаниях она тройню не загадывала. Мы ждали очень, потом пришли, решили прийти в больницу. Сначала лечились, потом думали так сами. Естественно, потом не получилось, потому что решили на ЭКУ. Вот, решили и попробовали. С первого у нас получилось. Конечно, мы очень рады были, что у нас когда тройня получилось. Оплодотворение свершилось с первой попытки. Но родители не знали, что их ожидает сюрприз. Только на второй прием обследования ей сообщили, что детей будет несколько. Справиться со всеми одновременно помогают бабушки. Эффективность зависит именно от этого возраста. Если сегодня к нам обращается пара до 30 лет, то мы даем 80% эффективности. Если эта пара до 35, уже 37 лет, то процент автоматически снижается до 60. И, соответственно, выше, то процент старше 40-42 лет, процент всего 5-10. И это в мире. И вот этот момент важен. Вовремя обращаться в специализированные клиники, вовремя обращаться к специалистам. Если верить статистике, то в Казахстане, как и во всем мире, от 10 до 15% супружеских пар страдают проблемой бесплодия. И что самое печальное, по этой причине 10% браков распадаются. По словам врачей, при обследовании чаще выявляют бесплодие у мужчин. Эта тенденция характерна во всем мире. Методов лечения на сегодняшний день множество. Как консервативные, так и хирургические. Весь спектр услуг можно получить в столичном центре Эколайф. В чем заключаются наши методы? Это мы, во время операции, мы заходим в брюшную полость, раздываем ее газом и под увеличением осматриваем состояние внутренних полых органов. Если имеется какая-то патология в трубах, яичниках или в матке, которую мы можем спокойно, без риска для женщины, для ее здоровья или для репутативной функции, ее устранить, мы ее моментально устраняем. Помимо консервативных и оперативных методов лечения, часто приходится прибегать к вспомогательным репродуктивным технологиям. В Казахстане работают все методы в этой области, которые только разработаны в мире. Это так называемые ЭКО и ЭКСИ-процедуры, программа донорских клеток и программа суррогатного материнства. Иногда прибегают к замораживанию эмбрионов, которые можно внедрить в женский организм спустя годы. Конечно, никто не говорит сегодня, что нужно сразу воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями. Это медицинская процедура. К ней есть свои показания и противопоказания. Сегодня Казахстан – вторая страна на постсоветском пространстве, в которой выделяют квоты на ЭКО-процедуры. Шесть лет назад их было выделено 100, а в этом году 850 и количество выделяемых квот может вырасти. Нужно обязательно встать на учет в поликлинику по месту жительства или в крупных городах есть центры планирования семьи. Это государственные центры, где их поставят на учет, обследуют, поставят им диагноз, и тем самым они автоматически встанут на очередь по квоте. на бесплатное ЭКО. Вот только так. И вот таким образом, почему важна эта статистика? Чем больше регион будет подавать цифр по статистике, причем правильных, адекватных региону, тем больше будет выделяться квот на этот регион. Мы продолжаем говорить об обязательном медицинском страховании. О чем должны знать все казахстанцы? Напоминаем, что выплаты из фонда медицинского страхования начнут производиться с 1 января 2018 года. Таким образом, с этого момента вступят в силу права граждан Казахстана и переселенцев на медицинскую помощь в системе обязательного медстрахования. Соответственно, в этот период государство начнет производить взносы за лиц из числа социально уязвимых категорий граждан. Вопрос актуальности самого переноса срока связан с тем, что имеется ряд предполагаемых рисков в части непрерывности оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения. Так как в предыдущем проекте рассматривался вопрос о внедрении обязательного медицинского страхования в середине 2017 года, а о внесении платежей с начала 2017 года, то теперь ровно на полгода эти сроки переносятся. В нашей программе вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы. Обращайтесь к нам, пишите на наш адрес и смотрите программу «Медицина» на телеканале Хабар 24. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова